Всем привет! Добро пожаловать в новое видео! Я считаю, что этот ролик будет интересным и полезным для многих девушек. Я не стилист, я не заканчивала никакие курсы. Я просто хочу поделиться с вами своими какими-то лайфхаками подбора одежды, создания образов, составления базового гардероба, подбора аксессуаров, макияжа и всего, что с этим связано. Сравниваю себя 5 лет тому назад и сейчас. Я вижу, что это как два разных человека, причем не только внутренне, но и внешне. И вовсе не потому, что мода меняется. Ну что, давайте начнем. Рассматривая свои старые фотографии, я пришла к выводу, что раньше у меня не было грамотно составленного базового гардероба и в нем также не хватало очень многих элементов. И первый пункт это базовый гардероб, как бы банально это ни звучало. И тут нужно понимать, что для каждого из нас он может быть разным, потому что если вам мама, которая находится в декрете с ребенком, то понятное дело, что вы не будете так часто надевать юбку-карандаш или какие-то офисные костюмы, чем женщина, которая работает в офисе. Если же вы работаете на себя и можете работать удаленно, то тоже офисные вещи нам не особо пригодятся в повседневной жизни. Ну разве что вы любите это надевать. То есть тут вы отталкиваетесь от своего образа жизни, от региона, в котором вы живете, от ваших личных предпочтений. И базовый гардероб прекрасен тем, что все эти вещи очень просто, быстро сочетаются между собой. И имея даже 10 вещей в гардеробе, вы можете собрать очень много разных их комбинаций. По ходу этого видео я также буду рассказывать вам о своих ошибках, которые я совершала раньше и как сейчас это изменилось. Говоря о подборе элементов базового гардероба, особое внимание обращайте на пошив, посадку и также материалы, из которых выполнена та или иная вещь, потому что это то, что вы будете носить чаще всего. И когда у вас будет составленная база, потом вы уже можете добавлять что-то модное, что-то трендовое, что-то яркое и необычное. Поверьте мне, что если взять две одинаковые базовые белые футболки, но из тонкого и плотного материала, вот та, которая поплотнее, она всегда будет смотреться более благородно, и она еще и лучше послужит. Подбирая основу вашего гардероба, я бы не советовала брать сразу много ярких каких-то разноцветных вещей, если вы не умеете работать с цветом. Лично я не могу этим похвастаться, я считаю себя начинающим вообще в этом всем деле, поэтому мой базовый гардероб состоит из нейтральных, природных, спокойных оттенков, которые очень просто и легко сочетаются между собой. Следующее правило, которое я вывела для себя, это то, что структурированные вещи, то есть вещи, которые держат форму, выглядят более благородно и более роскошно. Конечно, все мы разные, и всем идут разные фасоны и материалы, но это самый такой универсальный вариант, который всегда будет смотреться более роскошно. Еще несколько лет тому назад именно благодаря блогерам я начала больше интересоваться модой, стилем, трендами, базой и всем, что с этим связано. На тот момент я накупила очень много одежды, которая мне и не совсем подходила, и я это все не умела сочетать. Но я развивала свою насмотренность, и, пожалуй, это то, что мне больше всего помогло. Это можно сделать бесплатно, я просто подписалась на тех блогеров, которые одеваются стильно, я рассматривала их какие-то образы, как и что они там сочетают, что бы мне хотелось на себя примерить. Второй момент это то, что я нашла блогеров, которые имеют похожие комплекции фигуры на мою, также схожий тип внешности, и это еще больше облегчило задачу, потому что я могла буквально копировать их какие-то наряды и смотреть, что мне нравится, что подходит, что нет, что мне хочется чуть-чуть изменить, но все равно это очень сильно помогает развивать вкус. Я до сих пор подписана на многих блогеров, потому что мне нравится развивать свою насмотренность, учиться чему-то и, конечно же, вдохновляться. Вы также можете просматривать Pinterest в поиске каких-то идей и сохранять в папочку свои самые любимые. И следующий этап – примерка. Не бойтесь повторять аутфиты блогеров, звезд, стилистов, на кого вы подписаны, что вам понравилось. Попытайтесь составить то же самое из тех вещей, которые у вас есть, или придите в любой магазин масс-маркета и посмотрите, как вам в этом. Возможно, вы найдете что-то, что никогда раньше не носили, а вам это очень идет. Почему? В этом видео я решила рассказать и о макияже. Хотя бы по той причине, что когда я выбираю свою любимую бежево-кремово-карамельную гамму, и если я не накрашена, а от природы я светлая блондинка, у меня светлые волосы, ресницы, брови, глаза и кожа, и тогда я сливаюсь в одно большое светло-бежевое пятно, если я хотя бы чуть-чуть не подкрашена. В принципе, я всегда на каждый день выбираю такой фирменный, освежающий стиль макияжа, с сияющей кожей, не слишком плотное покрытие, тоже всегда добавляю сияющую пудру, какие-то легкие тени, прокрашиваю брови и помада. Помада часто решает многое, это факт. Есть также те цвета, которые я на себе люблю, и это не всегда нюд. Хотя нюд в моей косметичке, безусловно, тоже присутствуют. Сегодня на мне суперосвежающий оттенок номер 502. Это горячая новинка этого года от бренда Armani Beauty, помады под названием Lip Power. У этих помад современная инновационная формула, которая больше не заставляет нас выбирать между насыщенностью цвета, комфортом на губах и стойкостью. Она была разработана таким образом, чтобы у нас максимально интенсивно передавался цвет на губы, при этом, чтобы она была комфортной в течение дня, и чтобы она долго держалась на губах. Armani Beauty, конечно, умеют создавать такие уникальные средства, которые попадают в твое сердце и остаются там навсегда. После них очень сложно найти что-то, что хотя бы приблизительно было таким же по качеству. И чтобы это так выглядело, чтобы это так ощущалось. Здесь настолько пигментированные цвета, и уже с первого скольжения по губам ты получаешь максимальный цвет. А в случае ярких, темных помад, каких-то более таких контрастных, да, не нюдовых, это имеет огромное значение. Мне очень импонирует также то, что среди 20 оттенков новых помад Lip Power каждый найдет самый классный для него. Будь то какой-то нежный такой, романтичный, нейтральный, или яркий, или дерзкий, или даже сексуальный, что идеально дополнит каждый образ. Международный визажист бренда Armani Beauty, Линда Кантелло, разработала такую цветовую палитру оттенков, среди которых каждая женщина может выбрать для себя подходящий именно ей оттенок бежевой помады. Есть также розовые, коралловые, сливовые и красные. Если вы в поиске новой помады, то от души вам рекомендую. Они очень-очень красивые, этот футляр, даже приятно носить в свои сумочки, пользоваться. И вообще помада это та маленькая роскошь, которую каждая девушка-женщина должна себе позволить и пользоваться этим в удовольствие. У нее очень удобный дизайн, то есть сама помада выполнена в виде капельки, что облегчает нанесение. И ее можно наносить даже без зеркала. Она скользит по губам. Здесь в составе есть несколько масел, которые помогают ухаживать за губами и которые также не испаряются в течение дня слишком быстро. То есть это дает комфорт на губах на длительное время. И главное, что тоже цвет сохраняется. Это не те масла, которые как-то будут растекаться. Нет, это очень такая необычная текстура, которая вот сегодня у меня с самого утра на губах. И вот вы очень часто спрашиваете меня, как подобрать себе оттенок помады или что-то из макияжа. Есть огромное количество обучающих уроков, и также многие сталкиваются с тем, что не могут воссоздать то же самое на своем лице. Я хочу поделиться с вами суперинформацией этого сезона, которая пригодится абсолютно каждой девушке и женщине. Я вот правда советую вам пройти видеоконсультацию с брендом Romani Beauty. Они проводятся в очень удобном формате. Вы записываетесь на них. Я оставлю вам все контакты внизу в инфобоксе. Это бесплатно для всех жителей России. Вы договариваетесь о удобном времени, встречаетесь с живым человеком. И что вы можете делать во время такой видеоконсультации? Вы можете разобрать вашу косметичку, подобрать вам те средства, которые будут лучше всего вам подходить, которые будут помогать вам создавать как ежедневные образы, так и нарядные. Вы можете даже провести вместе с гуру макияжа Armani Beauty индивидуальные уроки. И бьюти-эксперты бренда красятся вместе с вами, что очень удобно и наглядно. Вы видите, как кто-то держит кисточку, он следит за вами, как куда растянуть, как растушевать, как подвести, подкрасить. Вы получите рекомендации по уходу. Вам помогут составить уходовую рутину, расскажут, как сделать самомассаж, как быстро подготовить, например, лицо к какому-то мероприятию, если вы ищете что-то на подарок, если вы хотите подобрать себе ваш идеальный цвет красной помады, вот Lip Power, да, девочки тоже помогут определиться с оттенком. Если ищете свой идеальный нюд, если вы хотите подобрать себе тональный крем или консилер, вот что угодно, девчонки очень приветливые, все проходит в такой комфортной атмосфере, очень дружеской. Вот, правда, пройдите такую видеоконсультацию, я уверена, что вам понравится. Я сама была на них дважды и с удовольствием попала бы даже третий раз, потому что, когда профессионалы своего дела с удовольствием, с таким открытым сердцем делятся своими какими-то трюками, лайфхаками, техниками, иногда даже секретными, это всегда полезно для тебя, и я до сих пор пользуюсь их подсказками в своих повседневных макияжах. И после такой консультации каждый получает эксклюзивный промокод, который дает возможность получить подарки за любую покупку на официальном сайте armanibeauty.com.ru и не просто какие-то пробники, а целый набор миниатюр бестселлеров бренда. Это миниатюра новой помады Lip Power, целых 15 мл абсолютного хита Armani C. Это их флаговый аромат, который обожают миллионы женщин на планете, и я в том числе, еще и миниатюру моего любимого тонального крема Luminous Silk. И, конечно же, не забудьте попросить экспертов Armani Beauty помочь вам подобрать ваш самый идеальный оттенок помады Lip Power, и я бы даже взяла сразу два. Один какой-то нюдовый, и второй поярче, для создания разных образов на все случаи жизни. У меня есть любимая красная, любимая лиловая, любимая нюдовая, и любимая такая около коралловая, что-то такое освежающее. Следующая моя грубая ошибка, которую я совершала на протяжении очень многих лет, это то, что я покупала тонкие вещи. Это трикотаж, джинсы, брюки и пальто. Давайте для начала обсудим трикотаж. Гораздо выигрышнее смотрится что-то плотной вязки, из более качественной пряжи, и на самом деле сейчас есть так много брендов, которые создают очень качественные изделия. Я сделаю для вас информативный инфобокс, заглядывайте туда, я обязательно укажу вам все какие-то подсказки, где что можно найти, по возможности оставлю ссылки, и я думаю, что это будет полезно и удобно всем, кто заинтересуется этой темой. Так как у нас холодное время за окном, давайте чуть более подробно поговорим о свитерах. Когда я уже поняла, что нужно собирать базу, я покупала свитера, и все равно эта формула не работала, то есть он не подходил ко всему. И потом уже методом пробы и ошибок я пришла к тому, что если я собираю свою базу или капсулу, лучше брать гладкую вязку, потому что когда присутствуют какие-то косички, замысловатая вязка, рюши, если это двухцветный еще свитер, то у меня нет желания носить его каждый день, и я не могу его сочетать со всем, с чем мне хотелось бы. Но не смотрится это так, как я себе где-то представляла. И сейчас, если вы ищете самый такой универсальный свитер, лучше брать неукороченный, гладкий, не с большим горлом, потому что это не всегда удобно, а с вот такой красивой стильной стоечкой. И если это чересчур грубая вязка, большая, то потом она не всегда помещается в верхнюю зимнюю одежду. То есть ты все равно не можешь носить этот свитер, тебе нужно заморачиваться, какое пальто под него или какой пуховик. В общем, сейчас за нас уже все продумали, есть разные цвета, и все ищите в инфобоксе. Что касается пальто, я принципиально не покупаю их в магазинах масс-маркета, потому что там тонкая ткань, там шерсти, как кот наплакал, они ничего не греют, они очень быстро скатываются, изнашиваются, и все равно приходится на следующий год опять тратиться. Есть огромное количество небольших брендов, не всемирно известных, но супер достойных всевозможных шоурумов. И опять же, все укажу в инфобоксе. И забегая наперед, дальше я покажу, как красиво завязать пальто, чтобы это выглядело и опрятно, и стильно, и ничего не развязывалось. Теперь поговорим об аксессуарах. В моей жизни был такой момент, когда я следила за некоторыми блогерами, которые носили очень много аксессуаров. Причем только со временем до меня дошло, что много не есть хорошо, что во всем должна быть мера, и не всегда это уместно, когда ты просто как новогодняя елка, вешан всем и сразу. Я уже не сражу за этими блогерами, но тем не менее такое тоже было. И вот эта вот граница, вы сами для себя ее устанавливаете, как комфортно вам и какой тип аксессуаров любите вы. Аксессуары — это супер тема, потому что, когда у тебя нет возможности купить большое количество разной одежды, но хочется разнообразия, то аксессуары спасают. Когда-то я услышала супер выражение «Оля, выбирай простые вещи». Я не помню, кто-то мне это сказал. «Оля, выбирай простые вещи и крутые аксессуары». Вот это было очень в тему. Возможно, кто-то из моих добрых зрителей мне такое посоветовал, но я с удовольствием пользуюсь вашей рекомендацией. Так вот, что касается аксессуаров. Я хотела бы обсудить с вами и какие-то колечки, сережки, как я подхожу к выбору этих элементов из категории аксессуаров, и также головные уборы у нас на очереди. Скажу так, у меня на каждый день есть те сережки, которые я надеваю тогда, когда у меня распущены волосы, потому что не особо что-то видно. И также это тот тип сережек, которые я могу надеть и на рабочую встречу, и выйти за продуктами, и даже если там родительское собрание, я не буду выглядеть неуместно. Это все недорогие сережки, которые до сих пор в основном представлены в продаже, и я поделюсь с вами ссылочками. Помимо вот этих, которые я покупала в Австрии, уже не помню, что за бренд, но это позолоченное серебро. Вот такие маленькие, и на самом деле это самый универсальный вариант сережек. Все из них могу назвать так. Они такие кругленькие. Если у меня, например, жакет, что-то более структурированное, то тогда я выбираю вот эти. Прямоугольные, они очень достойные, они не тяжелые, они прочно, надежно застегиваются, или же вот такие капельки, которые я тоже недавно показывала вам в одном из летних видео. Если же мне хочется чего-то акцентного, и, например, когда я завязываю волосы, тоже хочется добавить чего-то интересного, я выбираю вот такие сережки, несмотря на то, что волосы распущены, но вы же меня полностью не видите, нужно было как-то чуть-чуть тут чего-то добавить. Помимо этого у меня есть еще вот такие сережки, им уже, господи, я не знаю, наверное, года три. Колечки, они периодически продаются во всех магазинах, но вы знаете, где это все можно найти подешевле. Также недавно купила в Заре вот такие сережечки, и на этом моменте я хотела бы обратить ваше внимание на то, что они слегка как бы состаренные. Это всегда смотрится, опять же, более шикарно. И вот эти сережки, если бы они были блестящими, они выглядели бы гораздо дешевле. Вот настолько, сколько они стоят. А так, они стоят копейки, но смотрятся на 110%. Помимо этого у меня есть еще вот такие классные колечки. Они легкие, внутри они пустые, только серебристые. То есть практически все аксессуары, которые я вам показываю, они представлены как в серебре, так и в золоте. Также можно дополнить свой наряд цепочкой. Я забыла это сделать. Я собиралась сегодня, но забыла, представляете? Вот такие цепочки до сих пор остаются очень актуальными. И мне нравятся, опять же, не блестящие. Цепочка, которая сейчас на мне, продавалась еще и в комплекте с вот такими подвесками. Очень прикольные. Тоже оставлю вам ссылку. Если же вы ищете что-то не в комплекте, а просто хочется что-то купить для разнообразия, то вот такой вариант. Или более плоский, менее такой массивный. Есть еще и потоньше, чем это. Тоже слегка потертое. Кольца я нашел крайне редкое. Даже своеобручальное. Это не оно, это у меня бижутерия. Но вот часики люблю добавить. И тогда, когда мне хочется поддержать какой-то цвет в своем наряде, то я могу еще отдать предпочтение какому-то циферблату. Как сегодня, например, у меня выглядывает черная подкладка в жакете. Я еще и наделала черный топ. И часы у меня с черным циферблатом. Или же беру что-то такое в тон ко всему одеянию с новым циферблатом коричневого цвета. Недавно показывала эти часики. Или же, когда наоборот, хочется чего-то яркого, то могу выбрать и зеленым. Ну, конечно, если вы берете одни часы, то стоит выбрать что-то максимально универсальное, что будет подходить к большинству ваших вещей. Продолжаем с простыми вещами и крупными аксессуарами. Раньше я думала, что мне не идут шапки. А потом я поняла, что я просто выбирала не те модели. В моду вошли также бинни. Но когда я поняла для себя, что мне идут шапки такой или крупной вязки, или просто воздушные, объемные. И теперь я никогда не покупаю тонкие шапочки вот так в облипку. Я выбираю более объемные варианты. И иногда тоже из крупной вязки. Одна из моих любимых шапок, к сожалению, сейчас, по-моему, не продается. Но я нашла очень похожие модели и во всех цветах. Покажу вам скоро в покупках. Вот такая шапочка у меня из старой коллекции Zara. Она у меня есть еще в одном цвете. Такой сиреневый тоже очень красивый. И эта шапочка у меня вписывается во множество разнообразных образов. Осенне, зимне, весенне. Следующая. Это тоже такая своеобразная классика жанра. У меня в более модном проявлении бейсболка. Она не сильно мохнатая, но сейчас есть и меховые варианты. Очень прикольные. Смотрится интересно как со спортивными, так и с более элегантными образами. Например, с пальто-халатом, но со спортивным костюмом тоже круто. Еще один стильный лайфхак, который я применяю в своей повседневной жизни, даже можно сказать, это прическа. Мои волосы не особо поддаются каким-то укладкам, поэтому разнообразием я тут не блесну. Но фишка состоит в чем? Когда у меня вот здесь есть какой-то вырез, скажем, или хотя бы чуть-чуть видно декольте, а не прямо под шею, любой элемент гардероба, да, то я оставляю волосы распущенными. Если же у меня какой-то свитер или, например, я надеваю что-то с высоким горлом или это какое-то платье под горло, я люблю связать волосы, потому что таким образом я удлиняю свой силуэт. Также я показываю, что у меня не такая-то и короткая шея, то есть это действительно визуально смотрится более гармонично, более стильно. И можно завязать волосы просто в какой-то хвостик внизу, да, тогда надеваем какие-то сережки уже очень красиво. Или же можно завязать пучок. Пучок может быть внизу, где-то посередине или на самом верху. Я в этом видео хотела и планировала показать вам, как я делаю свой фирменный пучок. Но так как я вот только-только постриглась и сделала стрижку короче, чем обычно, я не знаю, получится ли у меня так, как всегда, завязать его, но во всяком случае я попытаюсь. Я, честно говоря, не смотрела никакие видео, как завязать такой пучок, но я обычно использую две резинки и также заколки, так как у меня все-таки не слишком длинные волосы и они могут выпадать сзади. Поэтому невидимки это мое все. Я не знаю, как это на пальцах объяснить, но обычно я закручиваю волосы лишь бы как, вот честно говорю вам. И второй резинкой все фиксирую, так как у меня очень гладкие, ровные волосы, они не очень хорошо слушаются. Если резинка не тугает, то все будет выпадать или торчат вот эти хвостики. Если у меня образуются антенки, то я слегка все как бы сбрызгиваю лаком и тоже все хорошо держится в течение всего дня. Даже если будет ураган, то мой пучок на месте. Это что касается пучка, у меня есть отдельное старое видео, где я показываю, как я делаю этот пучок. Если не получится с короткими волосами, то там все наглядно продемонстрировано, но обещайте не смеяться, потому что ролик очень старый и я там забавная. Ну, это тоже было. Зато посмотрите, как сильно я изменилась за эти годы. Меня всегда интересовало, как же на витринах завязывают пальто таким образом, что это смотрится очень так аккуратно. Просто опрятно и аккуратно. И я как-то там обычно крутила, вертела и получалось бог знает что. Потом я где-то попала на короткий ролик, наверное, в инстаграме. Раз научилась и все. Я теперь не могу по-другому даже как-то завязать. И самое крутое это то, что таким образом пояс держится. Он не развязывается, талия хорошо подчеркнута. Если вы еще никогда не пользовались этим лайфхаком, то обязательно пробуйте. Я уверена, что у вас получится. Это супер просто и очень красиво и стильно выглядит. Рассматривая свои фотографии за последние несколько лет, я заметила, что очки, которые я купила себе, стали тоже очень хорошим дополнением к моим нарядам, которые я ношу буквально каждый день. И на самом деле очень много очков вовсе не стоит приобретать. Достаточно выбрать те какие-то универсальные модели, которые будут подходить вашей форме лица. Как-то я показала вам очки от бренда Tom Ford. Я знаю, что многие вслепую их приобрели. И писали мне, что не знают, как это возможно. Они никогда ничего не покупали онлайн. Обычно все примеряли где-то. И потом только решались купить. И оказалось, что это действительно те очки, которые подходят разным формам лица. И они также хорошо защищают от солнца. И, между прочим, это не самая дорогая модель этого бренда. И если вы хотите найти вот такие, скажем так, роскошные по форме, по своему внешнему виду очки в масс-маркете, например, в Mango, представлены очень неплохие замены вот таких брендов. Вторые очки. Я даже не знаю, как я умудрилась, но я на них села. Они лежали в машине. И так как они сливаются буквально с цветом салона, я торопилась. И теперь их нужно отнести в ремонт. Они просто слегка косо теперь сидят на лице. Ну что ж, бывает и такое. Это, кстати, минус подобного плана очков. Мне очень нравится, что здесь градиент от темного к светлому. И даже когда такая слегка пасмурная погода, вроде и нет яркого солнца, но ты хочешь надеть какие-то очки не слишком темные. И они очень хорошо подходят к бежевым нарядам, к каким-то серым, к любым светлым. Я могу сказать, что несмотря на небюджетную цену этих очков, я довольна своим приобретением. Это бренд Oliver's People. Вы тоже часто интересуетесь, что это за очки. Они не слишком крупные, такие как бы квадратные, очень стильные и не тяжелые. Абсолютно. Многие очки для меня слишком большие. У бренда Ray-Ban есть нечто подобное, но они чуть мельче. И опять же, в Mango можно найти, если не такие же, то крайне близкую модель. Раньше, до того, как я купила эти, такого плана очки у меня тоже были из Mango. Несмотря на то, что для многих эта модель не является чистой базой, потому что они такие угловатые, чуть более дерзкие. Но для меня это самые любимые очки от бренда CELINE. Они есть еще и такого черепахового цвета, коричневого пятнистого. Но у меня черные, и вы знаете, они не сползают, они не растягиваются. Они такие красивые, можно надеть черные джинсы, белую футболку и выглядеть как суперстар. Правда, в каких-то белых кедах. Очки это из защиты от солнца и также всегда плюс к вашему любому наряду. Я надеюсь, что вам сегодня со мной было интересно. Не забывайте поставить пальчик вверх. Спасибо за просмотр. Всем пока-пока. До новых встреч уже совсем скоро.